ну вот участники форума стягиваются сегодня постепенно кто-то едет на шаттлах кто-то прибывает на такси на самом деле проще приехать на такси потому что такси прибывает сюда хотя пишется что все движение перекрыто а на самом деле есть лайфхак они останавливаются гаишники стоят ну так с пониманием относятся нашим уважаемым форум чанам если кто был на петербургском международном экономическом форуме то знает что здесь обычно стоят специальные стойки здесь просто так не пройдешь но юристы все свои люди проверенные полны законностью и правопорядком поэтому очевидно стойки ставить не стали так вот мы движемся на форум какие ожидания от форума самые лучшие самые прекрасные приходите на секцию про образование традиции инновации 1215 слушайте онлайн либо же в записи отлично станислав здравствуйте поделитесь пожалуйста своими впечатлениями о форуме как высокий уровень организации это мой первый юридический форум редкая ситуация у меня тоже первый а значит не редко для многих участников да действительно мероприятие не первое и есть чем сравнивать мне не с чем именно в части юридических форумов она я восхищен и условиями и уровнем дискуссии уровнем присутствующих полинарным заседаниям где был дмитрий анатольевич медведев конкретно мне больше всего запомнили секции с в рамках моей капитенции капитенции главного радиочастотного центра роскомнадзора обсуждали вчера персональные данные и законодательные инновации которые можно в этом направлении реализовать например вопрос согласия операторов согласия которые берут операторы у граждан вообще актуальности этого института насколько он нужен милаш эдуардович вагнер заместитель руководителя русскомнадзора в этом плане высказал пару идей которые действительно могут улучшить и регулирование в целом и права субъектов персональных данных защиту этих прав также интересна секция по применению искусственного интеллекта в противодействии экстремистскому радикальному террористическому контенту ирина яровая вчера была на ней было озвучено тоже очень много важных тезисов повторюсь если констатировать если резюмировать уровень дискуссии этого мероприятия абсолютно высокий но я думаю здесь это очевидно сессия инвестируем в россию топ-5 инструментов защиты от конфликта с локальным партнером посвящена защите интересов иностранного инвестора в совместном предприятии с локальным партнером также на данной сессии спикеры рассказывают за счет чего возможно снижение рисков и какие инструменты может использовать иностранный инвестор для того чтобы эффективно защищать свои интересы на всех стадиях корпоративного конфликта расскажите как вам форум какие впечатления отлично да отличный форум большое количество мероприятий и как всегда поскольку право меняется очень быстро соответственно самые актуальные темы именно можно узнать здесь поговорить с законодателем с правоприменителем поэтому очень все нравится у меня довольно много выступлений очень много и очень интересных мероприятий на полях форума это неофициальная часть и в этом году честно говоря таких предприятий намного больше и все намного активнее какие сессии понравились больше всего где было самое интересное ну вот мне больше всего понравилась сессия на полях форума была право руку это был завтрак литигаторов который я вел модерировал соответственно мы говорили о всех самых интересных спорах все что происходит в настоящее время в арбитрарных судах это споры с иностранцами это банкротство как всегда там приведение в исполнении решений иностранных и так далее там подобного василий здравствуйте ой ирина добрый день а что вы здесь делаете я отдыхаю после турнира по шашкам ничего себе что у вас за медаль такая красивая второе место второе место то есть вы еще и шашки играете ну свободное от всех остальных активностей время а кто был вашим соперником тут было много соперников потому что здесь было 14 или 16 участников две группы и первые два места в каждой группе выходили в полуфинала в финале я проиграл но вы заняли второе победное место практически победное но второе почему шашки а не шахматы ну давайте я вам так скажу в детстве меня учили играть в семье и в шашки и в шахматы но со временем которого не всегда хватает на то чтобы покрыть все потребности в интересных вещах ты понимаешь что среднестатистическая партия шашки длится быстрее чем шахматы поэтому выбираешь то что быстрее вот поэтому шашки а вы с тренером есть или вы сами просто играете? у меня есть тренер но это не официальные отношения в плане тренерства а так вообще по жизни официальные потому что у меня жена тренирует она мастер спорта по шашкам? она мастер не спорта по шашкам но мы с ней часто на выходных режемся в шашках шашки это спорт? шашки это спорт конечно официальный спорт как и шахматы давно у нее не было такого партнера соперника я в растерянности я такой вошел на ринг горилл да мы обожаем да 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 отличное настроение потому что Санкт-Петербург во-первых еще белые ночи прекрасная погода прекрасные люди окружают коллеги собрались со всей России ну кто-то даже из-за границы и безусловно вот эта атмосфера вот этого общего информационного поля людей погруженных вправо она конечно всегда плодотворна с точки зрения вот этого кулуарного общения вот там где мы сейчас с вами находимся вы только здесь по сессиям ходите или удалось путить какие-то неформальные мероприятия потусить вчера вечером да и потусить вчера вечером безусловно вчера было несколько прекрасных мероприятий где вы были но прежде всего я модерировал такую деловую часть программы презентации альманаха софтлоу а Евгения Червец с каким-то невероятным подвижническим усилием создала этот двухтомный ну я не знаю кирпич двухтомный журнал мы просто вчера там были но видели только один Том нет и Тома там два и очень много красивых фотографий мне кажется конечно что-то такое актерское в юридической профессии всегда есть но мне кажется Евгению удалось это заострить максимально высоко и я можно к этому относиться конечно как к некому гламурности чем-то такому но я это трактую по-другому кстати к тому что очень созвучна деятельность Moscow Lawyers я помню Александр сформулировал правило юрист тоже человек вот я считаю что это безусловно про тему юрист тоже человек и после этого было еще мероприятие право я знаю что коллеги проводили мероприятие я так по возможности везде походил потому что цель была конечно убедить максимальное количество людей то есть в мире о чем мы здесь все собственно собираемся как вы оказались в Петербурге в конце июня? из какой цели? ну много целей операция не одна цель во-первых вы знаете я родился тут случайно да ладно в Петербурге? ну это называется Тудерков это очень близко это Красное село это наверное уже Петербург сейчас вот моя мама возвращалась из Сибири после войны она топровольно ушла от немцев туда как-то война началась отец мой офицер эстонской армии был сослан в Сибирь потому что дед мой генерал эстонской армии полковник российской царской армии который закончил свою жизнь в Лондоне вы знаете и поэтому вот такая судьба между прочим я дед учился а тоже в Питере это был Петербург так там назывался он закончил военно-морскую медицинскую военную медицинскую академию еще в начале прошлого века так что вот у меня жизнь связана хотя я редко бывался здесь я жил и работал в Москве двадцать с лишним лет но Питер не часто приезжал вот поэтому я с удовольствием принял приглашение участвовать в форуме потому что я хотел посетить еще раз Питер живя уже в Лондоне сейчас трудно раньше было легче добираться сюда вот как-то стало трудно тогда и более интересно и любую возможность использовать чтобы побыть здесь и тут много друзей участвует моих на форуме учеников которые были моими учениками в МКУ как-то и работал так что все это вместе вот привело сюда хотя было трудно я летел 14 часов чтобы добраться из Лондона в Питер а вот и международные участники у нас здесь и шейхи здесь и коллеги из Индии сессия международное несчастное право как односторонние ограничения меняют МЧП это сессия посвященная санкциям введенным отдельными иностранными государствами они существенно влияют на все институты и механизмы международного частного права из-за чего привычные нормы и принципы коллизионных норм юрисдикции судов и трансграничное исполнение судов и арбитражей действует совсем иначе обсуждалось с какими трудностями сталкивается МЧП в современных условиях и об ответах на санкционные вызовы секцию модерировал Владислав Сторженецкий доцент факультета права национального исследовательского университета высшая школа экономики также на форуме 28 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским патентным ведомством и Новгородским государственным университетом подписание прошло между президентом ЕАПВ Григорием Ивлиевым и ректором Новгородского государственного университета Юрием Боровиковым Приглашаем всех участников протокольного мероприятия приступить к подписанию соглашения о сотрудничестве Канил Владимирович, как вам форум? Какие ожидания? Пока ничего не могу сказать конкретно но вот рекламу одной из панелей я могу вам дать Вы не участвуете? Да Есть определенная доля заинтересованности но тут чисто туристические соображения на мой взгляд юриспруденция это очень практическая наука и практика поэтому вот когда понятен эффект для чего это и зачем это как-то больше вдохновляет и вот одна из интересных панелей ради которой на мой взгляд уже стоит приехать на форум она называется очень оригинально про ноу-хау в таможенном законодательстве на самом деле вопрос более глубокий сейчас у нас есть определенное соревнование насчет того какие будут доходы от бизнеса в зима как они будут попадать в бюджет как таможенные или налоговые для бизнеса почти одинаково на первый взгляд он теряет в любом случае но есть определенные ведомственные интересы но самое главное как это делается мы ожидаем как всегда насыщенная программа очень много интересных площадок много интересных спикеров мы ожидаем приятного общения с коллегами с нашими с теми кого давно не видели сегодня будет несколько площадок посвященных юридическому образованию в том числе страны ВИКС стараемся в первую очередь есть какие-то спикеры которые вы точно знаете что вы не пропустите вот хотите посетить послушать познакомиться кто это? но с кем-то познакомимся с кем-то уже давно знакомо но в частности наш проректор Виктор Алексеевич Вайтон сегодня тоже будет принимать участие на секции по юридическому образованию страны ВИКС также конечно мы обычно не пропускаем секции где выступают Сергей Владимирович и Паша Сергей Владимирович и Кабуша то что касается юридического образования все что будет сегодня мы это обязательно спасибо вам большое Леонид мы находимся на вашем стенде расскажите что у вас здесь мы представляем издательский дом дарим юридическую литературу всем участникам форума кто сейчас к нам подходит вручаем книги и значит пожелания на путствие на будущее сотрудничество с нашим издательством желаем и очень рады здесь быть какие ожидания от форума? будете примать счастье? да я думаю что в четырех-пяти обязательно лично приму участие вот и будет здорово посетить те панели на которых мне лично не будут присутствовать Лена расскажите нам пожалуйста что вы сегодня делаете на форуме Петербургской именно сегодня у нас только что была очень интересная сессия о регулировании платформенной занятости о привлечении работников путем цифровых платформ о том насколько сложились отношения фактически сегодня насколько их нужно регулировать с точки зрения права и какое именно регулирование необходимо получилась очень жаркая дискуссия с совершенно неожиданными колебаниями от ключевых слов счастья до ключевого слова тазик но слава богу мы пришли к компромиссу и пришли к выводу что юристы все-таки важны и полезны потому что они всегда найдут как урегулировать совершенно новое явление новое понятие совершенно новым способом Лена, расскажите нам, пожалуйста, три пункта о чем вы завтра будете рассказывать на молодежном форуме потому что у меня не будет мне прям интересно что будете говорить как привлекать студентов как действительно завлекать в нашу юридическую профессию три слова, пожалуйста творчество, репутация и счастье Хочется добавить еще лавановый раф Я вспоминаю вашу историю потому что до сих пор забыть его Дмитрий, ну что, форум постепенно подходит к концу расскажите, пожалуйста, каких результатов ты пыталась добиться? Ну, про результаты говорить сложно я участвовал практически во всех юридических форумах которые здесь проходят в Питере в это время могу сказать, что самое главное на мой личный взгляд невзирая ни на что форум подчеркивает, что у нас есть право что можно и нужно заниматься и правые проблемы можно решать абсолютно правыми методами Как вам неофициальная часть? удалось ли это сказать? Неофициальная прикрытость я поэтому с трудом говорю сейчас поэтому с неофициальной частью всегда как минимум не хуже, чем с официальной Какие самые интересные вопросы поднимались на сессии? И какие выводы были сделаны? Самый интересный вопрос это, конечно, создание новой системы регулирования в евразийском регионе речь идет не о создании только национального права речь идет о создании норм международного права норм регионального права и в этом смысле это самое интересное на форуме что все начинают понимать что развитие законодательства идет не только внутри страны для нас очень важно было поднять вопрос о едином товарном знаке и единой полезной модели на территории Евразии очень важно что это поддерживается юристами юристами юристы понимают что территориальный принцип охраны объектов интеллектуальной собственности он, конечно, сейчас не совершенен что нужно переходить к региональному принципу охраны и это для нас очень важно что такие выводы сделаны Виктор меня очень заинтересовала сессия про цифровое право а вот как вы думаете какие перспективы развития мне не нравится название цифровое хотя это наша наверное беда и радость добавлять всякие красивые ярлыки цифры искусственный интеллект чему угодно во всем при этом если мы смотрим на тематику связанную с цифрой юстиции с разбитием регулирования тех самых отношений приведенных к внедрению цифровых решений несомненно у нас есть любимый искусственный интеллект в котором в том числе например вчера прекрасно выступил при сайте пенсионного суда у нас есть тематика связанная с оборотом данных очень болезненная у нас есть мало так сказать затронутая на этом форуме проблематика связанная с монополизацией в сфере цифровых технологий когда мы зависим от крупных корпораций российских и иностранных международных и мы по сути живем в мире когда они скорее они а не государство определяет правильные игры конечно есть вопросы связанные с каким-то совсем сквозными прорывными технологиями несомненно в ближайшее время начнут играть роль вопросы в сфере квантовых вычислений квантовых коммуникаций все что связано на стыке био технологии человека там киборги не киборги будущего плюс генетика это также будет сверх болезненная и очень интересная проблематика сессия извещения в рамках трансграничных разбирательств скорость или due process посвящена одной из гарантий правосудия по гражданским и торговым делам извещение участников судебного дела участники сессии обсуждали вопросы обеспечения права на извещение при наложенных санкциях применение инструментов трансграничного сотрудничества электронных технологий для извещения в трансграничных разбирательствах сессию модерировал Юлий Тай управляющий партнер адвокатского бюро Бартолиус в качестве приглашенного иностранного специалиста выступал Брюс Маркс американский юрист основатель фирмы Макс энд Соколов У нас есть вопрос против Альфа групп Альфа групп были ответственные активности Вы любите форум Я считаю форум форум было потрясающе особенно для американского бюро санкциях 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 я, конечно, приезжаю в Россию каждые два месяца но я не могу найти русских а также это очень интересно получить различные рассмотрения я учусь в наших семинарах это ваша первая форум? это ваша первая Это не моя первая форум в России это моя первая первая форум это я вперед в Санкт-Петербург но я в санкт-Петербург в Москве в Сочи в Новосибирске Я в горы в многом форуме но это первый форум который я был в сентябре с 2022. Вы можете рассказать о сессии? Вы просто занимаетесь? Мы просто провели отличную сессию о процессе и обеспечения техники. Это интересно, потому что это работает в обеих сторонах. Планировки имеют право, чтобы иметь их право обеспечения. Техники имеют право, чтобы обеспечить ответственность и возможность обеспечить себя. В России есть планировки, которые хотят обеспечить в том, что мы хотим обеспечить право обеспечения. В России, в Украине, и в других странах, мы имеем право, или клиенты, что они хотят обеспечить людей в России. Это очень интересно, чтобы обеспечить право обеспечения и обеспечить право обеспечения и право обеспечения. После я оставил сентябре, я опять же обратился в пребывание. И в 1997 я встретил врачи, который был в Филадельфии, Дмитрий Афанасов, который был интересен в стартой компании. Он был интересен в программе, но он не хотел, чтобы американцы помогают с ним. Дмитрий и я приехали в Санкт-Петербург в Новом году, в 1997. Это было первое время я был в Санкт-Петербурге, когда я был в Санкт-Петербурге, или, что это было в Ленинграде, но это было первое время я был в России. Это было первое время я была в Ренинграде, в 1980. Продолжение следует... 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 Практика-практика... И получилось так, что... Преподаватель Академии предложил нашей команде поучаствовать... И мы согласились... Соответственно, мы здесь... В данном конкурсе... Ну, в целом... В модельных конкурсах по арбитражу не оценивается... Наверное... Кто лучше по аргументации... Условно, естественно, ответчик... Ну, то есть, нет такого, что... Там... Там... В целом... В целом... В целом... В целом... В целом... В целом... Лейли... Как дела? Как настроение? Как форум? Дела отлично. Настроение... Я хочу сказать, я приехала только на два дня. Вчера был такой какой-то, видимо, мы раскачивались. Сегодня прям интересно, что секция Виктора Алексеевича Вайпена по информационным технологиям, их влиянию на сегодняшний день, что сейчас идет секция по платформенной занятости, там очень живая как раз-таки дискуссия развивается. Планируете-то пойти? Да, планирую вернуться, так что и очень много знакомых, которые все больше и больше поднимают настроение. Коллеги, здравствуйте. Можно вам задать несколько вопросов? Конечно. Как вам форум? Замечательно, большое спасибо. Великолепно все организовано, потрясающие секции и очень безумно интересно. Где будете участвовать в ближайшее время? В секции. Криминалистика для правосудия будущего. Основная часть беседы будет посвящена переходу криминала в цифровую сферу. О тех цифровых инструментах, о тех цифровых технологиях, которыми пользуются противоправные антисоциальные личности для достижения своих цен. Что с этим можно делать? Как с этим можно бороться? И, наконец, какая, возможно, профилактика? Как вы считаете, как с этим можно бороться? А вот как раз про борьбу расскажет Сбер с точки зрения безопасности, с точки зрения использования искусственного интеллекта для борьбы и оценивания, прогнозирования преступных деяний. Здорово. Но у вас же тоже есть мысли. Мы это выложим, когда сердце уже закончится. Поэтому, в принципе, это будет как вам. Поэтому можете поделиться своими мыслями по этому поводу. Ну, если, может быть, будут парадоксальные, уже сейчас понятно, что одним из, на данном этапе, одним из действенных инструментов борьбы с цифровым мошенничеством является отказ определенных цифровых сервисов. Потому что пока мы еще не знаем, как с этим бороться. В данном случае мошенники, ну, немножко впереди нас. И единственный способ противодействовать этому – это вырвать у них это оружие. Евгения Сергеевна, как у вас настроение? Подходит форум к концу? Как эмоции? Последний день – это, конечно, ожидаемая часть, что мы уже все измотаны. Но именно сегодня у нас будет секция, посвященная кривиналистике. Жду не дождусь. Вот буквально пару минут еще и все начнется. Что планируете обсуждать? Мы уже как бы обсудили немножко с вашими коллегами. Слушайте, это широкий спектр кривиналистики. Кривиналистика не для правоохранительных органов, это однозначно. А тема, связанная с тем, как можно использовать нашу кривиналистику в будущем для правосудия, какие технологии будут применяться, как используется искусственный интеллект для раскрытия преступлений и используется ли. Мы ожидаем спикеров от Индии до России. Конечно, в основном у нас будет Россия, но будет один иностранный человек, который представляет Министерство цифрового развития Индии и будет рассказывать как раз про искусственный интеллект и цифровые технологии. А может, вы мне немножко расскажете, что вы будете на сессии говорить? Я лично? Да. Я лично буду задавать провокационные вопросы и надеяться на какие-то неожиданные ответы. Но думаю, что все будет проходить очень быстро. Регламент, время, последний день, все уставшие. Поэтому, скорее всего, слово будет представлено нашим гостям, спикерам, дабы они высказали свои позиции. То есть в течение года мы с коллегами общались, развивали те вопросы, которые поднимали на предыдущие наши встречи. И в этом году, спасибо большое Министерству юстиции, нам разрешили снова обсудить темы криминалистические, дали нам площадку для дискуссии. И мы сегодня будем обсуждать криминалистические проблемы и перспективы, которые есть в развитии информационных технологий, искусственного интеллекта, новых видов угроз, какие преступления, правонарушения, деликты вообще совершаются. И как наша криминалистическая наука и практика может помочь в деле защиты прав и свобод человека, нашего общества и нашего государства. Мария Александровна, Максим, как вам форум, как настроение? Настроение прекрасное. Форум восхищает тем, что можно встретить столько коллег, с которыми в Москве не всегда встретишься. Любимых учеников. Любимых учеников, учителей, на которых хочется ориентироваться, людей в сфере юриспруденции, которых так хочется послушать, задать свой вопрос. Это прям праздник для юриста и возможность увидеть со всех сторон, что происходит вообще в юридическом мире. Чем юристы дышат. Максим, а с точки зрения бизнеса, как вы думаете? Мне кажется, мы даже наоборот испытываем какой-то дефицит определенных кадров, определенных специалистов, особенно узких специалистов, трудовиков, монопольщиков. Поэтому я не вижу кризиса в плане, что искусственный интеллект, роботизация приведет к тому, что мы потеряем работу. Как я уже сказал, робот отвечает действительно на ряд каких-то вопросов базовых, но анализирует какие-то рутинные процессы автоматизирует. И у нас в компании автоматизирует многие процессы в судебной работе, в документообороте. Но сложные сделки никакой робот не сделает. Владислав, первый вопрос. Какая самая запоминающаяся сессия была в рамках текущего юрфорума? Ну, наверное, та, которая про международное и частное право была. Очень много интересного. Несчастное право? Да, да, да. Которое несчастное, но оказалось абсолютно счастливое, потому что и все партнеры, и судьи, партнеры юридических компаний, и судьи, и представители академии, все просто хлопают в ладоши и понимают, что санкции – это просто какой-то новый клондайк. Не тупик и не какая-то там, не знаю, кара небесная, а наоборот, открывают новые горизонты, производят новые институты. У всех азарт, у всех оптимизм. Для меня это открытие. А вот если сравнить форум, который был раньше, и форум, который сейчас, что изменилось конкретно? И вот какие-то плюсы, минусы, может быть, вы можете выделить? Ну, сложно сказать, честно говоря, вот так охарактеризовать изменения. Наверное, могу сказать, что действительно на этом форуме, мне кажется, становится все больше и больше представителей бизнеса, что мне кажется очень важно. То есть есть такое движение в сторону превращения этого форума в такую хорошую площадку для обмена мнениями и для выработки в том числе каких-то решений. То есть важно здесь то, что представители государственных органов участвуют в одних сессиях с юристами, и это позволяет выработать какую-то, может быть, единую позицию или услышать мнение юридического сообщества. С этой точки зрения, мне кажется, этот форум выполняет очень важную задачу. Много сессий удалось посетить? Что самое интересное было? Вот этот вопрос меня может застать немножко врасплох, потому что на форуме столько общения, тем более очень много мероприятий на полях форума, что посетил не так много сессий. Ну, на самом деле, очень нравятся сессии, которые проводятся. Естественно, меня как консультанта больше интересуют, нравятся сессии, которые проводятся по санкциям, по арбитражу сессии, на которые я сейчас планирую пойти. И действительно, есть много интересных таких практических сессий, которые касаются в том числе правоприменения в странах БРИКС. Это вот то, что действительно интересует, и то, что действительно хочется посетить. Сессия «Синтез традиций и инноваций в юридическом образовании. Поиск баланса». Сессия, где обсуждались вопросы использования современных интернет-решений и технологий, а также риски их применения в традиционном юридическом образовании, обеспечивающем стабильность и предсказуемость правовой системы. Секцию моделировала Татьяна Иванова, руководитель управления образования и НТЦ МГУ «Воробьевы горы». Образ будущего юриста сегодня, на мой взгляд, невозможен влезать секс-то происходящего противостояния, в первую очередь военного и идеологического. И это идеологическое противостояние происходит в борьбе за умы студентов, активных в области информационного пространства. Мы все за этим внимательно наблюдаем. Олег, расскажи, пожалуйста, про вот этот опрос, который я сейчас взял здесь, недалеко, в Ассоциации юристов России. Действительно, мы в комиссии по высшему юридическому образованию Московского отделения Ассоциации его придумали, решили провести, решили посмотреть, потому что, мне кажется, та дискуссия, которая есть, в принципе, о высшем юридическом образовании, о сроках содержания, о формах, о качестве, она должна быть подтверждена какими-то цифрами. Цифры – это то, что помогает нам, и самое главное, может быть, даже регулятору, может, юридическому сообществу принимать какие-то решения. И действительно, этот опрос, он такой, он социологический, он… там много цифр, всем говорю. Первый слайд, который мы сделали, он, наверное, логично, оказался гендерным про женщин, как оказалось, потому что юриспруденция оказалась женской профессией, женщин у нас гораздо больше, и это очень нас вдохновляет. Я тебя прерву, на самом деле. Дело в том, что, когда я был в Китае, я общался там с коллегами, выяснилось, что у них именно девушки в основном работают в праве, в огромном количестве. Вот видишь, как интересно. То есть я специально беседовал, вот это был такой разговор по душам, да, то есть вот после ковида в 23-м году, и они мне сказали, слушай, ты понимаешь, что огромное количество именно девушек, именно вот пошло в последнее время. Ну, я могу сказать, кстати, у нас тоже есть программа, где там один-два мальчика в группе, и 20 девчонок. Ну, в общем, интересный тренд. Интересный тренд. Слушай, а вот я здесь посмотрел, смотри, предложите дисциплины, которые необходимы, но не предусмотрены федеральным государственным стандартом. То есть английское договорное право, например. Смотри, их на самом деле здесь две группы. То есть это вот эти последние, где английское договорное право, дореволюционное русское гражданское, древнегреческое. Ну, в общем, такое колбасное право, это как раз... А это про наше предпринимательское право? Нет. Да это точно, я тебе говорю. У нас просто предпринимательское право. В свое время какие-то ребята, которые наслушались лекции определенных товарищей, наших друзей, кстати говоря. Вот. И как-то это по-своему восприняли с кайфтера гражданского права и обозначили нас как учебник «Принимательское право, колбасное право». Но мы-то не шутим. Мы купим колбаску, положим себя на кайфтере предпринимательского права, и будем даже ввести данный предмет. Хотите? Ну, и это... И что, интересно, да? Вот эти вот... Вот эти предметы, которые мы сейчас с тобой обсудили, это встречались буквально в единичных экземплярах. А на самом деле... Вот, подожди, ты лесни вот сюда. Вот это вот. Это наиболее серьезно. А это то, что вызвало как бы наибольший интерес. И вот здесь номер один в юридических дисциплинах. Банкротное право. Мне кажется, это важно и интересно. Околоюридические дисциплины, так мы их обозначили, это такой собирательный образ правила подготовки документов, вот эти навыки, навыки письменной речи. Ну, и совсем не юридические, ну, как так туда попало. Это логика. Слушай, а логику же отменили, по-моему. Или как-то ее урезали. Логики нет в стандарте. Логики нет в стандарте. Но, мне кажется, это важный предмет, важная дисциплина, потому что именно в логике, мне кажется, алгоритмизируется право. То есть через механизмы, которые есть вот в этой формальной логике, которую мы преподаем студентам, которые нам преподавали, мы как раз можем осознать, что такое норма права есть и как она работает. Работает, ну, наверное, с математической точки зрения. Во всяком случае, с точки зрения алгоритмов. Понятно. Ну, слушай, и риторика. Вот смотри, ведь риторики до сих пор никто серьезно не озаботился. Я согласен, я согласен. И вообще вот это вот, я говорил, вот эти вот дисциплины, вообще вот это исследование, это хороший подспорь для вузов, которые готовы, ну, не знаю, двигаться вперед с точки зрения юриспруденции, да, с тем, чтобы из этого фактически вот эти готовые программы. Возьми слепи, и получится то, что востребовано среди, ну, и преподавателей, и студентов, и самое главное среди работы на теле. Ну, ты дай ссылку, мы обязательно разместим у нас под роликом, чтобы коллеги могли, если что, скачать, посмотреть. Ну, вот видите, все скучают. Форум близится к своему завершению. Все скучают. Стесняются даже зайти внутрь. Ну, сидят, сплетничают. Давайте послушаем. Какие сплетни свежие? Мы обсуждаем вчерашнее неформальное участие юридического форума. Кто супер-мачо Петербургского международного юридического форума? Кто запомнился больше всего? Андрей Панов. Андрей Панов-мачо? Мне кажется, он джентльмен, а не мачо. А мачо прямо вот кто? Мачо? Я могу сказать только это вырежусь, пожалуйста. Ну, кто? А передаю привет. Спасибо за эту ночь. Так, а вот здесь происходит какое-то подписание. Я так понимаю, с учетом того, что много коллег из Министерства юстиции, происходит подписание межгосударственных соглашений. Давайте посмотрим. А вот как раз Министр юстиции. Коллеги, это подписание с Таиландом. Подписывается программа сотрудничества между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Абхазия на 2024-2025 годы. Жизнь и прямая новая смысл. Каждый день наполнится новыми открытиями, заботами и сердечными радостями. Сессия «Платформенная занятость в цифровой экономике. Правовые проблемы регулирования. Федеральный закон об агрегаторах». Поднимала вопросы правовой регламентации труда лиц посредством платформенной занятости. Вопросы распределения ответственности между платформами и лицами. «Является ли труд через цифровую платформу особым видом занятости? И если да, то как быть с его правовым регулированием и другие вопросы?» Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко под завершение Петербургского международного юридического форума поблагодарил всех участников за его посещение и фонд Росконгресс за высокую организацию мероприятий мирового уровня. «До встречи!» «До встречи!» «Аплодисменты!» «Приятел!» «Если можно о том, что конгрессы как доферарда. Во-первых, мы вас приветствуем, но все наше будущее. Здесь очень много талантливых ребят. Будущее, я вижу, будет прекрасно. Еще раз хочу поговорить, естественно, не по цели. Потому что тот вклад, который вы вносите и в международную повестку, и в организацию форума, он, конечно, не оценивает. И, конечно, хочу сказать, что я их всех партнеров и команду. Спасибо большое. Элина, я могу сказать, что мой первый юридический форум прошел, мне кажется, на 90% из 100%. Потому что то, что мы успели, с каким количеством людей мы встретились, с каким количеством людей мы записали видео, мне кажется, половину мы еще не опубликовали, и потом будем просто как эксклюзив выкладывать в течение года каждый-каждый день. Но помнишь, мы с тобой записывали видео по поводу того, какая часть все-таки лучше? Обе части хорошие. Как нам говорили наши герои, они очень хорошо друг друга дополняют. На одной части ты расслабляешься, при этом находишь полезные знакомства, на другой части ты интеллектуально обогащаешься, посещая сессии, слушая. Какая часть лучше? Я говорила, все равно моя часть лучше. Потому что мы половину еще оттуда не можем показать, но я думаю, что те, кто нас смотрят, точно были на этих мероприятиях и точно со мной согласятся. Ну, а мы с вами встретимся в 2025 году на ежегодном Петербургском юридическом форуме. До встречи, друзья! Помните, как в одной из песен Михаила Науменко группа «Зоопарк» пелась, сидя на белой полосе? Говорят, что Майк Науменко это писал как раз про белую полосу посреди дороги, вполне возможно, про Невский проспект. Вот сегодня, 28 июня, как раз тот самый уникальный день, когда можно и посидеть, и постоять, и попрыгать как раз-таки на белой полосе, которая разделяет одну часть Невского и другую. И вот в этой ситуации, мне кажется, что это хороший символ, связанный с Невским проспектом, связанный с Петербургом, связанный с юристами, с Петербургским международным юридическим форумом. Форум объединяет. Он объединяет страны, он объединяет континенты, он объединяет юристов, несмотря ни на что, что происходит в нашем нестабильном мире. И я надеюсь, что рано или поздно все белые полосы исчезнут, и мы с вами будем в единой, дружественной обстановке встречать новый Петербургский международный юридический форум. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что поддерживали нас, спасибо, что прощали нам ошибки, мы очень сильно старались. Ну, а теперь давайте понаблюдаем за выпускниками. Сегодня алые пуруса. Подписывайтесь на наш канал Moscow Lawyers, и помните, что юристы тоже люди. Меня спросили, что происходит со мной, и я не знал, что сказать в ответ. Скорее всего, просто ничего, перемен во всяком разе нет. У меня право, не трудно живется, хотя я живу не как все, и я удобно обитаю посредине дороги, сиза на белой полосе.